Доброго вам утра, дня и вечера в эфире радио психоделик с какой-то бабой. Ребята, те кто пишут комментарии на первых роликах на ликбезе на букваре и требует приводить большее количество фактов, что растительные психоделики безвредны, мы уже эту тему просто не обсуждаем, мало того безвредны, а не полезны, потому что баба Маша эту тему взяла за аксиому, которая доказана ею, самою, и это не пустой постулат, это не пустой какой-то афоризм взятый из книг, все, я своим собственным существованием подтверждаю мой собственный постулат. Статистики не проводилось, это сингулярное единственное событие в моем жизненном опыте, такое же сингулярное как Big Bang, да-да, тот сингулярный единственный Big Bang, большой взрыв, который ученые-дяди с бумажкой в кармане, подтверждающие, что они говорят правду, взяли за точку отчета существования нашей вселенной. Однако они сами на событии Big Bang физически не присутствовали. Кто угодно из вас может заявить, что у него был другой эффект, но он не отменяет того хорошего эффекта, который получила я. Хочу опять, опять напомнить и уточнить, что баба Маша не сидит, не фрахтует тут людей психоделику. Я еще раз повторяю, психоделики это не игрушка, это не хобби, это не десерт, это очень святое и дорогое место для меня лично. И повторяю, те, кто играет с психоделиками и те, кто ест их беспрерывно и потом трясутся, как под электротоком, я этого не понимаю, не приветствую и не вижу в этом смысла. И как слушатель указал на существование людей, которые трясутся, трясутся перед первой затяжкой марихуаны, я лично я, персонально я здесь не встречала. Из моих знакомых курят или когда-то курили почти все. И если кто не курит, то по работе или потому что просто она им не подходит. Есть такие люди, которые марихуаны не подходят. Тот, кто постоянно ест грибы и только ждет, когда бы съесть еще, таких я вообще никогда не встречала за 20 лет употребление психоделиков. Поэтому давайте мы не будем это здесь обсуждать. Давайте мы будем помнить, что можно без ситера, без соблюдения, сет-ин-сеттинг, с чего-то обожраться, прыгнуть в окно и получить физические увечья. Я об этом говорила. И давайте мы на этом закончим. Здесь не происходит вербовка. Я хочу сказать тем, кто не пробовал, будьте осторожны. И тем, кто пробовал, я хочу сказать, вы уже знаете, что надо быть осторожны. Все. Кстати, под прошлым роликом Юра поставил классную ссылку на новый ролик на канале Unseen Matters True Hallucinations. Настоящие галлюцинации Теренса Маккены. И, кстати, рекомендую посмотреть новый музыкальный клип, сделанный Моби и Void Pacific Chore. Хор. Александр прислал. Ссылка под видео здесь внизу. Название сингла. Ты что, потерялся в том же мире, что и я? Спасибо, Юра. Спасибо, Александр. Ответ. Количество айаваски для меня. Дозы. Частота. Вначале айаваску я делала два раза в год. Эффект был настолько силен, что я думала, что я больше никогда это не буду делать. Но через полгода у меня появлялось желание идти. Затем количество посещений сократилось до одного раза в год. И для меня это как священное паломничество к дорогому учителю. И на данный момент я вообще не планирую туда пока идти. С грибами я провела 6 месяцев на микродозах. Я почитала по дате, когда я первый раз сказала в ролике, я начала принимать микродозы. Я микродозила 6 месяцев. У меня нет никакого абсолютно желания микродозить. Есть грибы и даже к ним прикасаться. У меня осталось еще дома два шприца. Я их отдала. У меня есть небольшое количество сухих грибов. Я все раздала, все отдала. И я не планирую больше их выращивать. Да, трава как была, так и есть мой союзник. Это мой партнер. Я не одурманиваю себя, чтобы лежать целый день на такте. И играть со своими мыслями нет. Это для меня работа. И это мой союзник. Сколько я курю? Вопрос в комментариях. Я курю по настроению. Я могу не курить, если мне нужно что-то конкретно сделать, связанное с людьми, с цифрами, с бизнесом, с какой-то конкретной обыкновенной работой. Остальное время я курю 1 джойн, 2, 3, 4, 5. Какое это имеет значение? Самое главное, что это на меня не действует так, как на любого из вас. Если ко мне приезжает гость, который курит очень редко, раз в полгода, то одна затяжка приводит его в галлюцинации. А я спокойно функционирую. Даже музыкант не может сказать, покурила я или нет. Но он меня знает очень долго. Ребята, находясь на свободной территории, где мне не запрещено курить, это вообще не имеет никакого социального значения. Это все равно, что я позвоню своей соседке и скажу, Хелен, сколько чашек кофе ты в день выпиваешь? Она скажет, Маш, нафиг тебе это надо знать? Какой критерий? Правильности использования. Я думаю, что если это не усложняет вашу жизнь и жизнь ваших близких, то все идет как надо. Психоделика – это школа. И если вы пьете айаваску литрами, то, извините вы, второгодник и третьегодник, можно один раз в жизни съесть грибы, и этого может быть достаточно на всю жизнь. Подняться на тот уровень, который придется прорабатывать оставшиеся годы. И все пазлы встанут на место, и этого будет достаточно, чтобы привести вас к тому, кто вы есть. Если вы его ищете, если он вам нужен, а может быть без психоделика вы уже его встретили, вам по кайфу? Зачем вам идти в психодельку? У вас что, какие-то проблемы? Психоделический опыт – это очень тяжелая работа, с одной стороны, а с другой стороны – это офигительный, неадекватный, незаменимый, ошеломляющий опыт. Однако, товарищи сгустки, господа обезьяны, несмотря на то, что на данный момент у меня неограниченный свободный доступ к любому, к любому психоделику, я их не принимаю. Я сижу в своей избушке, я наслаждаюсь своей изолированной, простой, доброй, продуктивной, веселой жизнью. Простой, повторяю, вот к этому меня привели психоделики, к простоте моих желаний. И в ответ тем, кто печально пишет, что психоделика не дает им такого удовлетворения, как раньше, потому что психоделики не для этого, они сначала вас ошеломляют, а потом трясут за шкурку, пока не вытрясет из вас весь мусор, с условием, если он у вас есть вообще, и если вы согласны. А затем они вам просто больше не нужны, они вас не зовут, они вам ничего не дают, кроме усталости и раздражения, и вы тогда переходите и возвращаетесь в свой мир обогащенным. Так что не надо печалиться, ваш мир для вас всегда. Слово безумия несколько раз возникало в ваших вопросах. Давайте рассмотрим, что есть наш ум. Если вы смотрели меня с самого начала, или, допустим, с середины, то мы уже знаем, что если нас с детства не обучать языку, не обучать этикету, не обучать культуре, мы будем примитивными саламандрами. То есть, позволим себе накакать на стол и скушать таракана. Или полакомиться в шой, выловленной за ухом соседа. Все, что есть, наша цивилизация, наше понимание простых поверхностей, текстуры, цвета, температуры, форма и даже ощущения, нам с самого рождения закодировали слова, сочетания закорючек. Мы все это выучили. Нас тренировали, родители била палкой по голове, школа нас тусовали, 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 пока мы не начали понимать, где мы находимся. Но мы стали понимать то, где мы находимся, только по представлениям наших учителей. Наши знания ограничены тем, что знали наши родители и цивилизация на данное время нашего рождения. Практически все, почти все наши знания, это безусловно принятые на веру постулаты. А куда нам было деваться? Прежде чем вы стали осознавать, что вы уже не маленький мальчик Тёмка, а отдельное существо, прежде чем вы начали это осознавать, у вас уже столько понастроили шкафов в голове. Вы даже об этом и не думаете никогда. Вам кажется, что все, что вам напихали в мозг, это и есть вы. Хотя вы ничего сами не выбирали, вам все дали. Практически все наши знания были нам переданы с помощью определенного кода, который мы называем язык, который нам не свойственен как виду, и нас научили языку, который принадлежит по месту рождения в пространстве и времени. Вот на этом построен ваш ум. Все, больше у вас там ничего своего нет. Практически вы, я, Вася, Коля, Таня, Маша, мы все продукты цивилизации. То есть мы были аморфными, я имею ввиду интеллектуально, не структурированными при рождении интеллектуально аморфными кусками материи, которую обучили лимитированным способом общения с другими кусками аморфной материи. То, что нам вложили, правда, неправда, мы это не обсуждаем. Мы обсуждаем то, что это очень маленькая микроскопическая часть всего того, что есть. Наша цивилизация говорит обратное. Вот все, что вы знаете, все это есть. Все, что вы не знаете, того нет. У нас есть, конечно, выбор, но выбор у нас только из того, что нам предлагается, основанный на структуре нашего ума. Тот, который нам вложили как программу в наши головы. Понимаете, в чем дело? А туда мы идем. Мы знаем только то, что знаем. Поэтому это называется безумие. И если, господа, товарищи, вам кто-то сказал, так не бывает. А на самом деле бывает, и вы с этим сталкиваетесь. Что это означает? Вы безумны? Или вы просто с этим не сталкивались? Ощущение того, что не может быть, это не безумие, это новые знания. Если взять пигмея из какой-нибудь тьмы таракани с маленького острова в Индонезии и привезти его в Нью-Йорк, он тоже подумает, что он рехнулся. То есть, теперь мы на точке, что любой человек неподверженный цивилизации попадает в цивилизацию, и он думает, что он сошел с ума. Кстати, мы не обговариваем, какая именно цивилизация, любая цивилизация, любая, даже потустороннего мира. Почему? Потому что он не обучен, потому что он не имеет знаний, он не знает языка, и он не разбирается в том, что происходит. То же самое мальчики и девочки происходят с нами. Когда мы идем в другую реальность, в которой мы не знаем законов, мы не учили их языка, мы не знакомы с этой, незнакомой нам цивилизацией, нам кажется, сходит с ума. Что есть это сошествие с ума? Наш язык, наш ум, все построено на языке, на языке. Все, что мы описываем, видим, понимаем, это наш язык. Когда мы идем туда, мы языком не владеем. Идя туда, вы можете прикоснуться к тому, что знание, знание. Это не есть информация, знание, это какой-то вид энергии, который вас трансформирует. Опыт прохождения через эту энергию трансформирует вас. Вот как работает там. И не кажется ли вам, товарищи, друзья, сгустки, хуманоиды, что наш язык и есть наше сознание? Не кажется ли вам, что если бы у нас не было языка, и мы бы не смогли пользоваться языком, мы бы не были сознательными? Что из этого текает? Ничего. Теперь позвольте вас спросить, что есть наша реальность описана языком, когда сам язык это фантом. Это искусственный набор горловых звуков. А на самом деле мы скопление каких-то квантовых частиц, которые распределились по сгусткам, которые мы обозначили как мозг, глаза, уши, пятки. И теперь мы пытаемся осознать вот этот квантовый суп, которым мы являемся, но там нет речевой коммуникации. То есть наша квантовость не имеет лингвистики. И мы пытаемся это осознать с помощью кодов, которые мы примитивные своими кусками организованной материи изобрели. И резюме, дорогие мои, будет такое, невзирая на все это, это не отменяет радость бытия. С чем вас и поздравляю. Значит, сейчас дам обобщение симптомов. Кстати, из тех примеров, которые вы мне прислали с описанием трипов под разными разными психотеретическими веществами, сейчас сделаем обобщение, что мы вынесли, как в группах юманоидов, посещающие странные реальности. Какое такое безумие мы там нашли. Все, что вы там ощущаете, те, кто ходил, кто спрашивает, это ваше ощущение вселенной. Вся информация вам дана была в ощущениях, не ищите там вербального понимания вербальных фраз. Коля, здравствуй, я бог. Ну, вначале каждый из вас, приславший свой отчет, пишет, что описание невозможно. Ощущение времени исчезает. Ощущение неограниченной свободы. Алексей а потом можно и полетать. Соприкосновение с любовью, добротой, осознание простоты бытия, пятое, разрушение иллюзий, абсолютное отсутствие значимости своих человеческих регалий, национальность, возраст, сколько лет, какие ноги, какой пол, какая релия, какой номер школы. Я сейчас цитаты буду брать. Вечные вопросы разрешались просто, находились аргументированные ответы всему. У всего стала видна причина, просто кристально чисто и даже наизнанку. Весь мой опыт, все знания мира превратились в целую картинку. Все мудрые слова о непостижимом открылись глубже. Находил новые связи между событиями. Пространство и время перевернулись. Я стал этим. Я ощущал себя разными личностями. Не ими самими, а их состояние. Чистый поток энергии в никуда. Я ржал в восторге, охал и ахал от откровений. Почувствовал связь с прошлым мира. Я шел туда с намерением изучения. Тонкая ось энергии пронзает, наматывает на себя всевозможные формы жизни. Кто-то дальше от ее центра, кто-то ближе. Разброс огромный. Я забыл про себя полностью. Я стремился вверх к самому тонкому. Я стал этим. Картинок не было, ни цветов, ни звуков, ни мыслей. Тотально в моменте сейчас. Смеялся, как ребенок, от удовольствия быть. Быть всем. Хотелось назвать себя богом или божественным состоянием. Даже это не описывает той высоты. После окончания хотел бежать на улице и орать, что все дебилы. Можно сделать такой поверхностный вывод. Это меняет масштаб времени, делает его тонким, тотально погружает в сейчас. Проваливаешься в моменте, открывает глаза на весь опыт и информацию, но не дает новых знаний, просто трансформирует старые. Что есть внутри тебя, то и увидишь. Однозначно, дохреногением жрали грибы, это становится очевидным только после опыта. Далее, я зачитаю вам отрывки из опыта товарища. Он поставил вместо имени нумерацию и нумерация совпадает с номером моего дома, где я живу. Он слушал Liquid Bloom, мою любимую музыку Face of Love. Меня уносило волнами, звуки музыки как бы являлись крючком, не дающим мне окончательно улететь. Но когда музыка закончилась, меня больше ничто не удерживало. Я не знаю, сколько часов я пробыл в трансе, может быть, часа четыре, но я пережил такое потрясение, о котором даже никогда представить себе не мог. Я полностью отделился от тела, меня уносило куда-то все дальше и дальше. Вселенную за вселенной появилось чувство какого-то расщепления, как будто все вокруг, в том числе и я сам, начало расщепляться, разъединяться, словно конструктор Лего. Я перестал чувствовать свое тело и со временем и вовсе не стало никакого я, я перестал существовать. Все земное стало нереальным, потеряло свою важность. Трудно вспоминать, трудно формулировать. Следовали невероятные циклы за циклом, весь мир словно разбирался на составляющие. Все крутилось и меня постоянно куда-то перемещало. Время перестало существовать. При возвращении был страх, что я потерял себя и больше никогда не вернусь. Правда, я толком и не помнил, куда мне возвращаться и зачем. Был даже момент, когда я сказал про себя будь что будет и просто раскинулся на кровати от бессилия. Ну, затем меня снова затягивало куда-то и все повторялось по новой. Я все еще не понимал, кто я и в перерывах между очередными циклами и пробуждениями в своем теле я пытался найти зацепки, которые позволили бы мне остановить этот замкнутый круг и прийти в себя. Заключение такое. То, что я пережил, не буду советовать пережить никому, но почему-то не жалею о том, что произошло, хотя это и было для меня дичайшим стрессом. Не кажется ли вам, дорогие товарищи, что все, кому удалось победить своих собственных драконов и прорваться за кулисы этого театра потустороннего мира, абсолютно все и описывают одинаковое состояние, одинаковое понимание, одинаковую энергию. Это как? Что это такое? Какое-то поголовное безумие, что ли? Какую статистику вы еще хотите, товарищи неверующие, господа сгузки? Кстати, девушки, давно хотела вам сказать, есть такая опасность. Продолжительный прием психоделических средств смывает с вас краску, истребляет высокие каблуки, страсть ко всяким там нажопникам и так далее. Быть раскрашенной фанерой больше не веселит. Вы, очевидно, явно ощущаете свою трату времени на координацию упаковки для околпачивания окружающих. И это подгребает под себя практически все время, мысли, средства, энергию, желания и берет тебя заложником в рабство. Помните, что мама сказала при выходе из Трипа? Она сказала, мне спокойно, все мои желания покинули меня, свобода. Если в эту самую минуту ваше состояние вас не радует и вы хотите что-то другое, это значит, что это просто мысль и она ничего абсолютно не значит для мироздания. Наше мировоззрение, наши фильтры, как воспринимать жизнь, как выживание или как удовольствие, к чему стремиться, что иметь, как чувствовать, кого выбирать, с кем дружить. Это тоже нам было вложено теми, кто нас выращивал в теплице, те, кому мы подражали, те, на кого наше внимание направляли. А теперь, дорогие господа, товарищи, сгустки присутствующие, каждый на досуге в свободное время, подумайте, какие, какие у вас самые реальные желания. Закройте глаза и подумайте. Ну, я имею в виду самое ваше последнее глубинное желание после того, как вы будете богатым, счастливым, бессмертным и иметь все, что хотите, женщин, золото, ну что там, ну что там, ну все, 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 после этого, какое ваше самое глубинное желание? И 99% скажет, я хочу, чтобы все были добрые и меня никто не доставал. Пусть это будет, правда. На этом Баба Маша с вами прощается. Субтитры сделал DimaTorzok